Всем добрый день! У нас вторая лекция с вами. В прошлый раз у нас было такое введение, там какие-то термины разбирали. Сегодня мы уже начнем с вами обсуждать вполне конкретные виды моделей, а именно мы сегодня поговорим про линейную регрессию. Ну, модель, в общем-то, понятная. Может быть, вы даже успели на курсе по математической статистике с ней разобраться, может быть, нет. Как бы даже, наверное, странно эту модель относить к машинному обучению, она известна очень давно. Но, тем не менее, мы будем немножко в нашем разрезе изучать, будем говорить про то, как ее обучать на больших объемах данных, как ее обучать так, чтобы она давала хорошее качество на новых данных, чтобы не переобучалась. Это то, что обычно в классических курсах по статистике, по эконометрике довольно слабо обсуждается. Ну, для начала давайте я вам обещал расскажу, почему, собственно, это называется вообще регрессией. Ну, напомню, регрессия – это задача, в которой у меня множество ответов вещественная. Ну, есть, значит, такая байка, не знаю уж, насколько она там правдивая, я ее сам там где-то там от других слышал в интернете, прочитал, но, тем не менее, сойдет для наших целей, мне кажется. Байка, значит, следующая. Вот был такой Фрэнсис Гальтон. Возможно, вы знаете такого ученого. Вот там доска Гальтона есть, может быть, где-то вот физики сталкивались с ней. Слышал кто-нибудь про доску Гальтона? Вот кто-то слышал. Ну, типа это, короче, давайте скажу, это вот когда вы берете такую доску, в нее вот тут вбиваете гвоздик, потом вот тут вот вбиваете два гвоздика, потом вот тут вбиваете четыре гвоздика, ну и вот так дальше, короче, по степеням двойки. Вот, и, значит, кидаете вот сюда шарики. Вот, значит, они падают, и как-то вот считается, что от каждого гвоздика они отлетают либо влево, либо вправо с равной вероятностью. Ну и вот, типа, они вот у вас скапливаются так, что вот их кучка образует такую гауссиану. Ну, типа, что нормальное распределение так можно генерировать. Из нормального распределения так можно чисто генерировать. Неважно. Так вот, значит, про что регрессия. Значит, Гальтон изучал, спрашивают, где записи лекций выкладываются. Да, значит, во-первых, пожалуйста, когда вы задаете вопросы, пишите всем, не только ведущим, но всему чату. Вот. А записи лекций выкладываются на Вики. Вот кто-нибудь пришлите, пожалуйста, ссылку на наш курс на Вики в чатик, вот, чтобы она была. Значит, вот, значит, Гальтон занимался многими интересными вопросами, среди которых был, наверное, самый важный вопрос, который нас всех с вами должен беспокоить, как связан рост ребенка с ростом родителя. Ну, он, типа, там, рост сына с ростом отца сравнивал. Вот. Значит, он собрал данные, конечно же, как еще исследования проводить. Да, это все проводилось еще в XIX веке, если не ошибаюсь. Он собрал данные и нарисовал соответствующий график. Значит, по оси Х откладываем рост отца, по оси У рост сына. Ну, там получился какой-то набор точек. Что-то такое. Значит, средний рост у нас тут какой-то вот такой. Вот, средний рост. Ну, и дальше он провел через эти точки прямую, которая, ну, там, лучше всего их описывает. Значит, вот какую-то такую прямую. Ну, и, значит, у этой прямой был... Да, вас спрашивают, в определенном ли возрасте он измерял. Если честно, я не знаю детали эксперимента. Ну, мне кажется, нам это не очень важно. Ну, наверное, типа, там, если уже взрослый сын он измерял, конечно. Ну, потому что иначе это было бы странно. Значит, посмотрели на угол наклона этой прямой, и оказалось, что угол, ну, типа, меньше 45 градусов. А это означает, по сути, что если вот сын высокий, то... Точнее, нет, если отец высокий, то сын будет чуть ниже. То есть, вот, если отец вот тут высокий, поскольку угол наклона меньше 45 градусов, значит, у сына будет рост поменьше. И наоборот. Если отец невысокий, то сын будет чуть выше. Вот. Ну, и, по сути, получается, что, конечно, сын будет похож по росту на отца, но, типа, его ребенок будет все-таки поближе к среднему, росту по всей популяции. Ну, и он это назвал, значит, регрессией к среднему. Типа, вот, что мы все дауншифтимся тогда, что мы вот все в итоге, наша популяция стремится к такому среднему росту. Вот спрашивают, не связано ли это с матерью. Ну, связано, конечно. Я же говорю, это странное исследование, да? Вот. Я вам объясняю, откуда слово регрессия взялась. Вот, типа, регрессия к среднему, в плане роста у нас имеет место. Ну, и вот, типа, с тех пор слово регрессия зацепилось за всеми задачами, когда мы по каким-то признакам пытаемся предсказать какое-то число. Вот. Ну, ладно. Давайте о чем-нибудь нормальном теперь поговорим. Значит, давайте сейчас с вами постараемся за лекцию пройти более-менее по всем таким этапам решения сдачи машинного обучения для вот конкретной модели линейной регрессии. Итак, значит, для начала мы давайте разберемся с самой моделью. Ну, я в прошлый раз вам ее уже выписывал, выпишу еще раз. Значит, в случае с линейной регрессией у меня модель устроена вот так. Это просто сумма моих признаков с какими-то весами. Ну, или если записывать чуть более компактно. Вот так. Значит, x1 и так далее, xd – это признаки моего объекта. w0, w1 и так далее, wd – это параметры модели, которые я могу выбирать разные. Будут получаться разные модели. Там лучше, хуже. Вот. Ну, и таким образом, подбирая эти параметры, я буду модель настраивать. Ну, их называют иногда там весами, коэффициентами. W0 называют свободным коэффициентом. По-английски его называют bias – сдвиг. Вот. Вот такая нехитрая модель. У нее получается d плюс 1 параметр. d плюс 1 параметр – это очень мало. То есть, у нас тут параметров примерно столько, сколько признаков. У нас больше в курсе не будет моделей, которые настолько мало параметров имеют. Ну, и это обуславливает то, почему линейные модели хороши, например, в задачах, где очень мало данных, где очень мало информации, на основе которой можно настраивать модель. Ну, типа, информации мало, но и параметров не очень много нужно подобрать. Наверное, линейная модель как-то справится. Еще немножко скажу про запись. Ну, типа, вот писать вот это вот нагромождение символов будет не очень удобно. Вот. Поэтому давайте я немножко упрощу себе задачу. Значит, скажу честно, что я не самый сильный человек в плане линейной алгебры, поэтому сейчас мне немножко ваша помощь понадобится. Но для начала, вот эта штука, сумма, как бы, произведений W-житого на X-житое, это что? Какая это конструкция из алгебры? Это скалярное произведение. Вот, теперь вопрос к вам. Это же скалярное произведение не всегда, а если там что-то выполнено про наш базис? Это в нормированном базисе, да? Если я не ошибаюсь, вот так скалярное произведение записывается. Да, вот не набрал. Так, вот тут Михаил поднимает руку. Хотите сказать что-то? Нет? Ну, ладно. Окей. Значит, вот это скалярное произведение. Ну, у нас базис тут как бы всегда понятно какой, и мы не будем в это дело закапываться. Поэтому я давайте перепишу вот эту сумму как просто скалярное произведение вектора весов на вектор признаков. Это уже выглядит куда симпатичнее, но еще мешается вот это вот W0. Типа как-то оно выбивается отсюда. Мешает формуле выглядеть идеально. Давайте, чтобы избавиться от W0, чтобы его не писать, я сделаю одно предположение. Давайте предположение будет таким, что у меня в моей выборке есть вполне конкретный признак, ну, пусть это будет первый признак, например, который всегда равен единице. Всегда равен единице. Это, в принципе, так спрашивают... Да, конечно, Илья, у нас же признаки вещественные всегда. Мы это обсуждали в прошлый раз. Типа либо они вещественные, либо мы будем пытаться признаки свести к вещественным. Никаких комплексных чисел у нас не будет с вами. Это слишком математично для нас, чтобы как бы собрались чем-то приближе, таким приземленным заниматься. Так вот, значит, я буду считать, что у меня первый признак всегда единицы. Но это легко сделать. У вас, типа, уже есть, допустим, вот выборка, вы просто добавляете в нее еще один столбец, где все единицы. Вот у вас это предположение сразу становится выполнено. Ну и если это так, то получается, вот смотрите, у меня первый признак, типа там, x1 всегда единица. Значит, у меня коэффициент, который стоит при первом признаке, w1, по сути, начинает выполнять роль свободного коэффициента, потому что он ни на что не домножается. Он просто идет, как некая константная добавка к моей модели. Ну и в этом случае мне w0 не нужен. У меня уже есть вот этот вот bias, есть константная добавка. Если это предположение выполнено, то у меня a от x, моя модель будет просто иметь вид скалярное произведение w на x. И это вот, собственно, и будет моя модель линейной регрессии. Вот в таком виде я ее буду записывать. Все, замечательно. Дальше давайте обсудим области применимости этой модели. Ну и давайте сделаем это на каком-нибудь примере. Допустим, мы с вами решаем задачу, ну, скажем, предсказание стоимости квартиры в Москве. Вот, типа, мне дают какое-то описание квартиры, какие-то признаки про нее. И я хочу по этим признакам определить, сколько она стоит. Так, ну вот правильно. Да, 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 Глеб, вы правильно уточняете. Значит, вот если я модель записываю вот так, как на экране сейчас видно, у нее уже как бы D параметров. Но, по сути, чтобы предположение, которое я сделал, чтобы такой вид имела модель, выполнено, мне нужно было добавить еще один признак, единичный. То есть, по сути, как бы, ну, все равно будет D плюс один параметр, если D это количество исходных признаков. Так вот, значит, я хочу оценивать стоимость квартиры. Признаки у меня это какие-то характеристики, целевая переменная, это ее рыночная стоимость квартиры. Х квартира в Москве. Y, ну, целевая переменная, это ее там рыночная стоимость. Решали такую задачу в лабе по линалу? Ну, окей. Не страшно. Мы же сейчас не будем ее решать. Давайте представим, что у меня есть какое-то количество признаков уже, и, собственно, запишем, как выглядит линейная модель. Ну, линейная модель у меня будет выглядеть как-то вот так. W0 плюс W1 умножить, допустим, на площадь. Плюс W2 умножить на, ну, допустим, количество комнат. Плюс, ну, скажем, W3 умножить на расстояние до ближайшей станции метро. Ну, допустим, у меня три таких признака. Значит, сразу, глядя на эту модель, можно сказать про ее очень большой недостаток. Смотрите, у меня, по сути, эти признаки предполагается, что независимо влияют на стоимость квартиры. Если у меня, например, увеличивается площадь квартиры, вот, я вот что-то пока не пользуюсь этим, а зря, давайте я буду разными цветами рисовать. Вот, например, у меня увеличивается площадь квартиры. Тогда цена увеличится только за счет вот этого слагаемого. То есть, как бы, получается, площадь растет, цена квартиры растет линейно. Остальные признаки, значения остальных признаков никак при этом не будут влиять. Неважно, близко квартира к метро, далеко от метро, там, три комнаты, одна комната, будет расти одинаково, только в зависимости от W1 при росте площади. Это странно, потому что, конечно же, признаки должны в совокупности влиять на стоимость квартиры. Ну, например, допустим, если квартира близко к метро, то площадь должна, то цена должна расти быстрее при росте площади. Если квартира далеко от метро, цена должна расти медленнее при росте площади. В этой модели это не учитывается. Это такое, получается, на делах плохое предположение, не факт, что оно будет выполнено. Как это решать, это отдельный вопрос. Действительно, можно добавить там попарные произведения, но этого может быть недостаточно. Может быть, тогда нужно там все одночлены степени 3 добавить. Этого тоже может быть недостаточно. Ну, в общем, так можно очень долго добавлять разные комбинации признаков, пока у нас там память не кончится. То есть это такой, может быть, путь в никуда. Поэтому, если вот мы хотим учитывать сложные взаимодействия признаков, лучше там другие модели использовать. Вот мы там через пару лекций, через пять лекций где-то будем решающие деревья обсуждать. Вот они там уже нормальные, они тут нам помогут. Но сейчас не будем в это закапываться. Тем не менее, линейные модели в некоторых случаях могут быть очень адекватны. И вот давайте я про пару таких случаев расскажу. Вот первый случай, который давайте отмечу, это случай с категориальными признаками. Спрашивают, кто решает, как меняется производная по площади от расположения. Ну, это данные должны решить. То есть вот у меня есть обучающая выборка какая-то. И я подберу параметры модели так, чтобы модель соответствовала этим данным. Конечно, не я буду решать. Но мы до этого дойдем еще. Так вот, допустим, у меня есть какой-нибудь категориальный признак. Ну, скажем, район. Допустим, у меня вот есть признак там x1. Это район. Понятно, что… Да, еще раз прошу всех, кто в чате, пишите всем, а не только ведущим, чтобы не только я видел… Предлагают писать черным. Давайте попробуем. Я не против. Значит, вот у меня есть признак район. Это категориальный признак. Я не могу его значения складывать, вычислять и так далее. То есть, если я, допустим, там добавлю в мою формулу, там, не знаю, плюс W4 умножить на район, но это будет какая-то ерунда, как я район, там умножу на число, прибавлю куда-то. Так нельзя. Вот мне нужно как-то, значит, район закодировать, как-то превратить в числа. Но это легко делается. Давайте я через С, большое, обозначу множество возможных значений этого признака. И давайте я введу новые признаки, которые будут устроены очень просто. У меня будет признаков столько, сколько значений этого категориального признака, то есть n новых признаков. И житый признак будет просто индикатором того, что на этом объекте мой категориальный признак принял вот такое значение. Давайте я вот так это обозначу. Значит, у меня будет n новых признаков и житый признак будет просто индикатором того, что мой категориальный признак принял значение С, житая. Вот. Ну, понятно, что у меня будет выполнено вот такое условие сумма всех этих новых признаков всегда будет равна единице, потому что категориальный признак может принять только одно из этих n значений. Вот. Такое кодирование называется one-hot кодированием. Ну, кстати, вот, если есть one-hot, то должно быть еще one-cold кодирование. Вот как думаете, что такое one-cold кодирование? Да, когда, типа, у меня все b-житые это единицы и нолик стоит только там, вот какое значение принял мой категориальный признак. Совершенно верно. Это что-то там из схемотехники, что там, типа, можно one-hot, можно one-cold делать. Я в этом не разбираюсь, если честно. Ну вот. И после этого я могу построить линейную модель над этими новыми признаками. она будет устроена вот как. Там w0 плюс w1 получается умножить на там индикатор того, что мой категориальный признак равен одному значению, плюс там w2 на индикатор того, что мой категориальный признак равен там другому значению, плюс и так далее, плюс там wn на индикатор того, что мой признак равен n-ному значению. Ну и дальше там будет линейная модель для моих остальных признаков. Почему вот это имеет смысл? Ну потому что, смотрите, вот здесь абсолютно логично выглядит линейная модель. Она говорит, что если у меня, допустим, квартира там, ну не знаю, в Хамовниках, то у меня получается такая вот фиксированная прибавочка к цене. Ну понятно, что если там квартира в Хамовниках, то прибавка будет огромной. А если, допустим, квартира там, я не знаю, ну давайте, какой район в Москве худший, на ваш взгляд? Вот, так мытищи, это не Москва, ну вы чего? Ладно, тут вот есть ответ от коренных москвичей. Выхина. Я считаю, что Выхина это реально не очень. Вот, значит, вот, например, если у меня там C2 это район Выхина, то, значит, у меня там будет W2, возможно, вообще отрицательным, потому что, ну, типа, людям доплачивать нужно за то, что они в метро там сесть не могут. Вот, ну и так далее. То есть вот тут как бы уже линейная модель имеет смысл. За каждое значение у меня какая-то добавочка. Тут был вопрос от Льва, сейчас ответим на него. Значит, ага. Имеет ли смысл устанавливать нецелые значения, типа, вероятности того, что объект в этой категории? Непонятно, откуда эти вероятности брать. Если у вас так получается, что, например, у вас, ну там, скажем, это не категориальный признак, а множество значных признаков. Помните, мы говорили в прошлый раз set value признаки, что, типа, сразу несколько категорий может принимать. Тогда, конечно, имеет смысл, да, устроить некоторое такое распределение, да, чтобы сумма была единица. Я согласен. Но здесь, как бы, это, кажется, особого смысла не имеет. Вот еще спрашивали, почему нельзя каждому району дать одно число, например, рейтинг от 0 до 100. Ну, мы же хотим, чтобы эти веса обучились по данным, а не чтобы мы сами их подбирали. Так что вот так. Ну, короче, вот пример того, где линейные модели имеют смысл. И опять же, есть задачи, и мы тоже их будем с вами разбирать, где, например, у меня будут категориальные признаки с миллионами возможных значений. Например, не знаю, допустим, мы там решаем какую-нибудь задачу, связанную там с такси, в том же там Яндекс.Такси, не знаю. И у меня, допустим, есть признак там ID водителя. Но этих водителей очень много там во всем сервисе, и это может быть важный признак там при предсказании, не знаю, того, какой рейтинг, например, поставит пользователь этой поездки. Вот. И поскольку у меня очень много значений возможных у этого категориального признака, при one-hot кодировании у меня получится безумное количество новых признаков. Если у меня категориальный признак миллион значений может принимать, one-hot кодирование даст мне миллион новых признаков. И, возможно, только линейную модель я смогу обучить на таком огромном количестве признаков. Да, собственно, и вот вы правильно пишете, и модель будет умножать, получается, вес на ID водителя. То есть получается, что у меня модель выучит для каждого водителя некоторое число, которое будет, ну, как-то модифицировать прогноз модели. Да, да. Закодировать категориальный признак числом экономия по памяти. А как вы его числом закодируете? Нет, то есть можно, и мы эти способы тоже будем обсуждать, типа там MinTarget кодирование, там еще какое-нибудь, но это там сложнее и не всегда лучше. Еще один момент давайте расскажу, где линейные модели могут быть разумными. Это там бинаризация числовых признаков. Бинаризация, бинаризация, извините. Давайте еще раз напишу. Значит, бинаризация. Кстати, Лев предложил похожих водителей объединять, когда мы делаем отход кодирования, так тоже делают. Так вот, значит, про что это бинаризация? Представьте, что у меня есть признак расстояния от квартиры до ближайшей станции метро. Расстояние до метро. И давайте предположим, что я рисую такой небольшой график зависимости стоимости квартиры от расстояния до метро. Ну и, допустим, у меня точки легли. Ну, я рисую, как эта зависимость устроена, какие у меня есть квартиры, и, допустим, у меня картинка какая-то вот такая получается. То есть, вот такая нелинейная зависимость. Ну, она вполне логичная. Типа вот у меня, когда расстояние до метро маленькое, квартира стоит там, ну, сколько-то. Ну, не максимальное число, ну, потому что, ну, у метро там не очень приятно, что-то там людей много, вот какие-нибудь остановки еще там автобусные, ну, короче, как-то не очень. Дальше, если квартира на небольшом расстоянии от метро, ну, типа не на минимальном, но на небольшом, вот здесь где-то, стоимость максимальная. Ну, и потом, по мере увеличения расстояния до метро, стоимость начинает падать, ну, потому что это уже там нужно как-то до метро добираться специально, не очень хорошо. Если я просто этот признак добавлю в мою линейную модель, он будет входить так, ну, вот типа там какой-нибудь W3 вес умножить на расстояние до метро. Блин, плохо написал. Смотрите, когда у меня вот так признак входит в линейную модель, по сути, я предполагаю, что чем больше расстояние до метро, тем больше цена. Ну, или если W3 отрицательный, то чем больше расстояние до метро, тем меньше цена. А у меня не так. У меня, если расстояние до метро маленькое или большое, то цена поменьше, если расстояние до метро среднее, то цена побольше. Как это учесть? Разбить этот, превратить этот признак тоже в несколько признаков. А именно, давайте я возьму множество значений этого признака. Ну, вот оно, например, вот расстояние до метро. Вот у меня там такие значения этот признак, например, принимает. Я беру множество значений этого признака и бью на какое-то количество корзинок, бенов. Давайте я обозначу пороги, которыми я побил множество значений моего признака. Ну, как-нибудь там типа, кстати, вот эти вот крайние лишние, давайте их уберу. Обозначу там T1, T2, T3 и так далее, там, Tn. Ну, и еще скажу, что у меня есть там T0 порог – это минус бесконечность, и Tn плюс 1 порог – это плюс бесконечность. И давайте у меня тоже будут новые признаки вот такого вида. Там, и ты новый признак будет иметь вид индикатора того, что значение моего числового признака находится между и минус первым и и тем порогом. и тогда моя линейная модель примет вот такой вид. Значит, там W1 умножить на индикатор того, что признак между там T0 и T1, плюс там и так далее, плюс Wn, там индикатор Wn плюс 1, на индикатор того, что у меня значение признака находится между Tn и Tn плюс 1. Ну, и плюс там дальше еще какие-то признаки будут входить. Вот. И тоже получается тогда логично. Если я делаю вот так, то у меня просто для каждого там диапазона расстояния до метро будет своя там прибавка или свой вычет к общему прогнозу стоимости квартиры. И я, например, тогда смогу сказать, что у меня вот здесь я там вычитаю, например, немножко, здесь я там прибавляю к прогнозу что-то, а здесь я там снова что-нибудь вычитаю. То есть получится вот такой кусочный линейный прогноз, как бы в моем случае. Почему не индикатор умножить на значение? А зачем значение? У меня же как бы вот, главное, чтобы был вес, который я могу обучить, и который будет какой-то прибавкой там или вычетом к прогнозу. Вот. Ну, короче, я к тому, что в этом случае тоже линейная модель выглядит логично. Ну, то есть она в целом осмысленна. Главное, чтобы мы правильные признаки подобрали. Это вот, пожалуйста, запомните, что в случае с линейными моделями нам придется как бы делать признаки такими, чтобы линейная модель над ними была осмысленной. Давайте я это запишу вот прям красненьким. Значит, для линейных моделей признаки нужно готовить так, чтобы модель была осмысленной. Спрашивают, можем ли мы как-то обучить пороги. Нет, потому что, ну, зависимость от порогов здесь все-таки дискретная, да, там продифференцировать условно по ним не получится, поэтому их обучить нельзя. Но, в принципе, есть очень хорошие эвристики, которые работают классно. Ну, типа, грубо говоря, если вы возьмете, ну, будете считать, что вот у вас есть выборка значений вашего признака, ну, вот эта вот выборка, и просто возьмете какие-нибудь ее квантили, там, не знаю, ну, перцентили даже, давайте говорить, там, первую, вторую, третью перцентили и так далее, будет у вас там 100 порогов. Этого будет там вполне достаточно. Есть другие более хитрые эвристики. Может быть, мы про них поговорим, когда про бустинг будем разговаривать. Там важно пороги подбирать грамотно. Вот. Но сейчас давайте не будем об этом. Эвристик достаточно. Вот ответ такой, кратко. Ладно. Давайте двигаться дальше. Так, кстати, как вот вам больше понравилось, когда я черным пишу или когда фиолетовым пишу? Черный. А мне не нравится. Ну, ладно. Как бы мнение покупателя важнее. Значит, спрашивают, почему нельзя обучить границы. Еще раз. Значит, смотрите. Вот у меня, значит, моя модель. Вот здесь записано. Вот она. Значит, чуть позже мы с вами узнаем, что обычно эти модели обучаются там некоторым градиентным спускам, которые, чтобы запустить, нужно уметь посчитать производную этой модели по тому параметру, который я хочу настроить. Производную вот этой формулы, этой функции по W1, W2 и так далее я посчитать могу. Это легко. Она дифференцируема по весам. А производную по T0 или T1 я посчитать не могу, потому что T0 и T1 входят сюда под индикатором. Индикатор – это функция ненепрерывная, недифференцируемая. Ну, как бы то, что ненепрерывная, уже значит, что они недифференцируемые. И я не могу посчитать производные по этим порогам. Поэтому я не смогу их обучить грамотно. Ответил на ваш вопрос? Если нет, спрашивайте еще. Как бы это не проблема совершенно. Но я пока пойду. Так, почему нельзя обучить другим способом? Ну, вот опять же, мы это с вами к концу курса поймем. В машинном обучении либо у вас модель дифференцируема по параметрам, и тогда все замечательно, либо она не дифференцируема, и нужно придумывать какие-то эвристики. Собственно, вот в первой части курса мы с вами изучаем линейные модели, которые дифференцируем по параметрам. Поэтому там вообще легко их обучить. А во второй части курса будем изучать деревья и их композиции, которые не дифференцируем по параметрам. И мы будем там просто костыли запихивать в них там со всех сторон, чтобы это не развалилось, и молиться, чтобы это хоть как-нибудь обучилось. Ну, в общем-то, я думаю, вам на алгоритмах рассказали, что машинное обучение в целом устроено так, что вы подбиваете костыли под то, что придумали, и молитесь, чтобы они не развалились. Ну, вот, собственно, где-то с шестой лекции у нас будет ровно так происходить в наших занятиях. Ладно. Давайте дальше. Дальше хочу поговорить про то, как измерять ошибку в задачах регрессии. Измерение ошибки в... Глеб, вот вы написали, но только мне. Я-то эту теорию от Глеба уже видел. Отправьте всем, чтобы все почитали. Нет, вы отправили только всем ведущим. All panelists. Нужно всем ведущим и слушателям. Вот так правильно. Так вот. Значит, разобрались, как устроена модель, где она применима, поняли, что нужно признаки для нее специально разрабатывать. Теперь давайте поговорим о том, как измерять ошибку, как, собственно, функцию потерь ввести. Ну, как бы, есть простой вариант, который мы уже обсуждали в прошлый раз. Это квадратичная функция потерь. Собственно, если я запишу функционал ошибки, соответствующий этой функции потерь, он будет называться MSE, min square error, будет зависеть от модели и от выборки, и будет устроен вот так. 1 делить на L, сумма по всем объектам моей обучающей выборки, A от X и того, то есть прогноз моей модели, минус Y и то, это в квадрате. Это вот среднеквадратичная ошибка, это там самый популярный способ измерения ошибки модели в задачах регрессии. У этого функционала есть две проблемы, которые давайте обсудим. Значит, проблема первая. Смотрите. Вот, допустим, я предсказываю стоимость квартиры. Тогда у меня прогнозы в рублях, целевая переменная тоже в рублях. Рубли минус рубли, это тоже рубли. Потом я возвожу их в квадрат, получаю квадратные рубли. Ну, это что-то не очень понятное. То есть потом, значит, получается, мы приходим к нашему начальству и докладываем, что мы тут, короче, модель построили, все получилось замечательно, ее средняя ошибка составляет один миллион квадратных рублей. Ну, и на нас сподят, как на идиотов, выгоняют с работы, и мы, значит, заканчиваем жизнь в безвестности и в Канаве. Нам это не нужно. Нам нужно объясняться с руководством на очень понятном всем языке. Поэтому человечество придумало модификацию этой метрики, которая называется RMSE, собственно, root min square error, которая представляет собой то же самое, только под корнем квадратным. Вот. Ну, значит, корень из квадратных рублей это снова рубли, и мы можем спокойно нашему начальству докладывать нашу ошибку в рублях. Будут здесь предложения сказать, что это условно единицы профессионалу виднее? Ну, нет, к сожалению. Как бы прав тот, кто платит нам зарплату. Вот. Поэтому все-таки нужно подстраиваться как-то. Но буду рад, если вы как-то сможете действительно занять позицию, что вы тут профессионалы и вам виднее. Значит, вот первую проблему решили. Чтобы были у этого функционала понятные единицы измерения, нужно считать RMSE, а не MSE. А есть вторая проблема. Вот смотрите, представьте себе такую ситуацию. Представьте, что вы, значит, все тут мое руководство, вот вас тут 169 человек сейчас слушателей, вот, значит, вы собрались такие классные и поставили мне как вашему холопу задачу там какую-то модель построить. И дали мне полгода времени. Я, значит, пошел, полгода что-то там программировал, там какие-то костыли подбивал, дергал там ручку этого автомата. В итоге у меня получилась нормальная модель. Я к вам прихожу и говорю, так, значит, дорогое руководство, значит, модель построил, у меня RMSE получился 500 тысяч рублей. Вот. Но есть проблема. Поскольку вы крайне важные люди, а прошло уже полгода, вы забыли, какую задачу мне ставили. и это проблема некоторая, потому что, поскольку вы не помните, что за задача, вы не знаете, 500 тысяч рублей, ошибка средняя, это много или мало. А спросить стыдно, потому что, ну, вы же мне задачу поставили, сейчас мне там платить за нее, будете как-то выдавать, что вы забыли, что вы мне ее поставили, не очень прилично. Как выйти из этой ситуации? Сейчас расскажу вам. Значит, чтобы из этой ситуации выйти, вам имеет смысл спросить у меня, а какой там коэффициент детерминации получился. Значит, что это такое? Коэффициент детерминации или еще его называют r-квадрат. Это вот какая штука. 1 минус сумма, ну, то есть в числителе тут МСЕ, по сути дела, стоит. А в знаменателе стоит дисперсия целевой переменной. Ну, я думаю, вас не смутит, если я вот напишу юберик с черточкой сверху, да, ну, типа, среднее значение ответа по обучающей выборке. Вот, это называется коэффициентом детерминации или там коэффициентом r-квадрат. В чем смысл? Значит, смотрите, вот эта штука нормированная, и вот по ее значению вы можете сказать, хорошо или плохо, я решил задачу. Почему? Потому что, вот смотрите, если у меня модель идеальная, если a от x идеальная, идеальная означает, что я на обучающей выборке всегда угадываю значение целевой переменной. То есть, у меня всегда a от x этого равно y к и тому. Если у меня всегда a от x этого равно y к и тому, то в числителе будет стоять 0, а значит, r-квадрат будет равен 1. Если у меня a от x это константа, ну, причем, там, давайте даже считать, что это в некотором смысле оптимальная константа, там, a от x у меня равно среднему значению целевой переменной по обучающей выборке. В этом случае, если я в качестве a от x этого поставлю средний y, у меня числитель и знаменатель в дроби совпадут, сократятся, получится 1 минус 1 0. В этом случае r-квадрат 0. Если вы очень постараетесь и сделаете модель, которая хуже прогноза средней и средней ценой, у вас будет r-квадрат меньше 0. Но разумные модели, у разумных моделей r-квадрат будет находиться между 0 и 1. И чем ближе мы к идеальной модели, тем ближе он будет к единице. Поэтому, значит, вот вы меня спрашиваете, а какой у вас r-квадрат получился? Я говорю, ну, там 0.9. Вы говорите, о, круто, круто, значит, хорошо, все, вот тебе, значит, там деньги. Или я вам говорю, r-квадрат получился у меня там 1 сотая. Вы говорите, ну, блин, ты бездельник, иди отсюда. Вот. Потому что это почти что прогноз с константной моделью. Но при этом, как бы, это не то, что какая-то абсолютная шкала. Например, там в физике высоких энергий есть задачи, где получить r-квадрат, типа там 0.05, это уже там потрясающее достижение, и от этой модели будет большая польза. Поэтому тут тоже все зависит от задачи на самом деле. Но, по крайней мере, вот этот такой способ измерения ошибки поможет вам там немножко хотя бы разобраться, хорошо или плохо решена задача. Окей. Ладно. Давайте дальше. Второй функционал, который я расскажу, это средняя абсолютная ошибка. Функция потери у меня здесь будет модулем отклонения y от z, а, собственно, функционал называется mye min absolute error и это будет вот такая вот штуковина. Вот Игорь спрашивает, какой r-квадрат считается условно хорошим. Значит, смотрите, вот мне часто задают вопрос на всяких лекциях. Значит, ответа нет. Что такое хорошее значение функционала ошибки зависит исключительно от вашей задачи и от того, как вы будете вашу модель использовать. как бы правильный подход такой. Вы оцениваете, значит, что, допустим, вы там модели будете использовать, чтобы выдавать клиентам кредиты, решать, выдавать им кредиты или нет. Вы, значит, прикидываете, чего вам будет стоить каждая ошибка вашей модели. Допустим, вы понимаете, что в среднем каждая ошибка стоит там 20 тысяч рублей. Ну и дальше, значит, вы прикидываете, какую, значит, ошибку вы можете себе позволить, какие потери вы можете понести от вашей модели, от использования вашей модели. Ну и это там целая большая тема про то, как экономический эффект модели оценивать. Сейчас там даже мы некоторые, ну не я в смысле, там коллеги, готовят некоторый онлайн-курс по этой теме на Курсеру, так что вот когда выйдет, можете посмотреть, это такая тоже большая тема, как, грубо говоря, там подружить модель машинного обучения и посмотреть, насколько для бизнеса она полезна. Мы этого не будем касаться, давайте хотя бы с основами разберемся. так вот, значит, вот это средняя абсолютная ошибка. Зачем вообще она нужна? Ну, ответ тут следующий. Значит, смотрите, давайте представим себе такую ситуацию. Давайте представим, что у меня есть, сейчас я буду придумывать на ходу этот пример, возможно, я облажаюсь в процессе, поэтому там помогайте мне. Значит, представьте, что у меня есть некоторая выборка и в ней есть два объекта. Значит, есть объект, на котором значит, есть объект, на котором у меня значение целевой переменной равно, ну, скажем, единичке и есть объект, на котором значение целевой переменной равно, ну, допустим, тысяче. причем я знаю, что у меня в среднем целевая переменная обычно принимает значение там 1, 2, 3, не больше то есть вот это это у меня выброс значение 1000 ну на семинарах уже все прошли семинары там мы смотрели на данные такси в Нью-Йорке и мы там видели выбросы например наблюдения, когда поездка длилась полтора месяца вот тут похожий такой пример выброса значит и давайте представим, что моя модель ну скажем выдала прогноз 2 на первом объекте и выдала прогноз 2 на втором объекте давайте посчитаем, чему будет равен квадратичный штраф в этом случае правильно написал значит в первом случае у меня штраф будет единичка ну типа 1 на 2 в квадрате это 1 во втором случае у меня штраф будет ну посчитай давайте я посчитаю я же за компьютером сижу 998 в квадрате у меня будет штраф это 996 тысяч 0.004 окей давайте теперь предположим что я могу поменять модель так что прогноз станет на единичку ближе к правильному ответу на обоих объектах то есть на первом объекте все еще целевые перемены такие же на первом объекте у меня станет единичка прогноз на втором объекте 3 станет прогноз квадрат ошибки в первом случае станет равен нулю во втором случае он станет равен 9.9.4.0.0.9 то есть обратите внимание что моей модели с точки зрения квадрата отклонения сильно выгоднее улучшить немного прогноз на выбросе видите я на выбросе улучшил прогноз на единичку на единичку ближе сделать правильному ответу у меня ошибка уменьшилась на 2000 а на первом объекте я прогноз сделал идеальным да ну тоже на единичку его улучшил и ошибка всего лишь на единичку улучшилась поэтому когда мы используем среднеквадратичную ошибку и в выборке есть выбросы среднеквадратичная ошибка будет заставлять модель подгоняться под выбросы она будет как бы ставить больший приоритет именно улучшению ситуации на выбросах. Вот спрашивают, не лучше ли вытянуть выбросы с выборки. Ну, может быть такое, что надо, чтобы они были. Или может быть такое, например, что у меня нет возможности выкинуть эти выбросы. То есть там какая-то полезная информация в них есть. Или, например, мне нужно побыстрее решить задачу, мне некогда выбросами заниматься. В общем-то разные ситуации могут быть. Я просто как бы, да, вот... Или там... Ну, обычно... Встречается такая ситуация, что выбросы должны остаться в выборке, потому что все равно там у меня мало данных, а в них хоть какая-то информация о том, какие признаки там у меня могут случиться и так далее. Так вот, а давайте теперь посмотрим на модуль отклонения. Значит, модуль отклонения в первом случае у меня равен здесь единице, здесь 998. Во втором случае он равен здесь нулю, здесь 997. То есть с точки зрения средней абсолютной ошибки мне не важно, где улучшать модель. На нормальном объекте или на выбросе. Поэтому, собственно, вот вывод из этого такой, что моя средняя абсолютная ошибка устойчива к выбросам. Вот. И, собственно, для этого она обычно и используется. Есть и другие функции потерь. Да, да, вот с этим примером все понятно было. Может, что-нибудь тут прокомментировать, пояснить. То вы как-то в чате затихли, я волнуюсь. Может, вы там все заскучали, там, не знаю, пошли еду себе готовить, там, завтрак есть свой и так далее. Ну, короче, вы пишите, если что. Я на чат смотрю. Ну, еще, например, гуся. Давайте, запускайте гуся. Сегодня что-то их не было. Давайте. Соскучился уже по этому делу. Спрашиваю, зачем нужна средне-квадратичная? Ну, у моей есть некоторая проблема. Она недифференцируемая в нуле. Поэтому все-таки тут нужны какие-то более сложные методы оптимизации, какие-нибудь там, не знаю, как-то по хит работам градиент оценивать, как-то компенсировать его отсутствие в нуле. И обычно они работают медленнее. Дольше обучается просто такая модель. Вот. Поэтому, если вы чувствуете, что выбросов нет, то вот, значит, средне-квадратичная ошибка вам поможет. Игорь спрашивает, можно ли объединить как-то МАЕ и МСЕ. Можно. Есть так называемая функция Хубера. Вот так это по-английски. Хубер Лосс. Я, к сожалению, вот не подготовился про нее рассказывать. У меня перед глазами нет формулы, она там немножко хитрая. Но идея в том, что ну, эта функция потерь устроена вот как. Значит, давайте вот так нарисую. Значит, тут у меня, допустим, Y минус Z по оси Х. Здесь моя функция потерь. И она, типа, в окрестности нуля устроена как МСЕ. А дальше она устроена как МАЕ. Типа вот тут МСЕ. А вот тут как МАЕ. То есть, за счет этого она дифференцируема в окрестности нуля. А как бы при больших отклонениях правильного ответа от прогноза она ведет себя как МАЕ, как модуль. Никита спрашивает очень правильный вопрос. Я как раз про него хотел вам рассказать. Да, бывают несимметричные функции потерь. Например, может быть такая ситуация. Ну вот представьте, что мы с вами предсказываем стоимость квартиры и ну хотим, значит, назначить разный штраф за перепрогноз и за недопрогноз. Давайте по СИХ было откладывать Z минус Y. Z это прогноз, напомню. Y это факт. Ну, фактическая цена. Ну, давайте подумаем с вами. Вот представьте, что мы используем нашу модель для предсказания стоимости квартиры, чтобы давать рекомендации продавцам. У нас там, допустим, есть свой сайт с объявлениями о продаже квартиры. Приходит человек, заполняет там какую-то информацию про свою квартиру и наша модель ему рекомендует типа продавай за, не знаю, там 10 миллионов. Вот скажите, что хуже, если модель завысит цену относительно настоящей или занизит цену? Как думаете? Ну вот Никита правильно говорит. Недопрогноз хуже. Смотрите, вот допустим, модель занизила и Z, да, прогноз оказался меньше факта. То есть у человека квартира стоит 10 миллионов, модель сказала продавать за 5. Он выставляет за 5 миллионов, ее моментально покупают, а потом человек узнает, что нужно было за 10 продавать, то есть он из-за нас потерял 5 миллионов. Ну, возможно, он после этого будет у подъезда нас поджидать. Мы этого не хотим, поэтому за недопрогноз можем назначить больший штраф, скажем, ну вот такой. А если у нас перепрогноз случился, то есть Z больше, чем Y, ну окей, завысили цену, человек выставит. Может, ему повезет, он продаст за завышенную цену. Ну, замечательно. Не продаст, то понизит ее постепенно до нужной цены. То есть здесь штраф будет меньше, например. То есть вот можно вот такую функцию потерь задать. Ну, понятно, там она записываться будет просто как такая вот система, что там, ну ладно, я не буду даже писать, мы просто еще на следующей лекции немножко этого коснемся. Это будет называться квантильной функцией потерь. Вот, и как раз таки она позволит вот такие вот несимметричные штрафы задавать. Это важно. И, собственно, вот я это говорил и скажу еще раз. Вот функцию потерь очень важно подбирать так, чтобы она соответствовала там вашим, ну, условно, бизнес-требованием к модели. Если вы хотите, чтобы модель вот точно не занижала прогнозы, ну, задайте соответствующую функцию потерь. И все. Нужно внимательно исследовать, чего ожидается от вашей модели и закладывать это в там функционал ошибки, функцию потерь и так далее. Ну, еще давайте один пример. Что-то я немножко затянул рассказ, но давайте быстренько расскажу. Есть, например, ой, есть там функция потерь, которая называется MSLE. она вот так задается. Значит, логарифм z плюс 1 минус логарифм y плюс 1. мин squared logarithmic error. Ну, точнее, MSLE называется не функция потерь, а функционал, который строится с использованием функции потерь. Ну, ладно, уж позволю себе здесь неточность некоторую. Эта функция потерь хороша, если вам, ну, типа, важно угадать порядок, если вам не очень важно угадать там точное значение целевой переменной, а достаточно угадать, ну, какого порядка целевая переменная. Ну, а как раз-таки логарифм переводит вам ваши прогнозы и факты в шкалу степеней, шкалу порядков, да, и вы в этой шкале уже сравниваете ошибки. Ну, и еще, там, последний пример. Вот такая функция потерь относительная. Значит, y-z поделить на y. Из нее получается функционал, который называется MAPE. Ну, понятно, что люди более адекватные, чем я, прочитали бы его как-нибудь нормально, но я буду читать его MAPE. Min Absolute Percentage Error. Средняя абсолютная относительная ошибка. Опять же, тут некоторый, кажется, так сюмором называется, да, когда у нас абсолютная относительная ошибка. Ну, что поделаешь. Возможно, вы слышали немножко про теорию статистического обучения, в которой есть такое понятие PAK обучения, где PAK расшифровывается как Probably Approximately Correct. То есть, когда вы хотите в определение того, как вы обучаете модели, вложить, что вы крайне не уверены в том, что получится у вас в результате. Оно, возможно, вероятно, получится нормальным. Но это все машинное обучение так устроено. Так вот, к чему это я? Значит, функционал у вас получится вот таким. Вот. Ну и по сути вы здесь измеряете, ну, как я сказал, относительную ошибку. То есть, например, если у вас Y, ИТ и А от ИКС ИТВ имеют большие значения, скажем, Y, ИТ это там, не знаю, 1000, А от ИКС ИТВ 999, то у вас штраф будет очень маленьким, 0,001. Если у вас, допустим, Y имеет там значение 2, а А от ИКС ИТВ имеет значение 1, вы, абсолютная ошибка такая же, а относительный штраф будет сильно больше. Одна вторая. Ну, то есть, вы как бы говорите, что вот вам нужно поменьше ошибаться, если значения Y маленькие, а если значения Y большие, можно там ошибиться посильнее. Это там часто используется, когда работаю с прогнозированием, с планированием там запасов товаров, когда вы предсказываете, условно, сколько бананов завести в магазин, чтобы они не закончились. Ну, действительно, там типа, если вы завозите, не знаю, там тысячу коробок бананов, ну, неважно, насколько вы там на 2, на 3 ошибетесь, не страшно. А если речь про то, что завести нужно одну коробку, а вы завезете ноль, тут уже это страшнее сильно. Вот. Ну, вот такая штука есть. Да, да, собственно, я вот рассказываю сейчас функции потерь, в принципе, для регрессии. Мы их будем использовать для любых регрессионных моделей. Просто сейчас, как бы, самое время про них поговорить. Да, да. Как бы, нет каких-то специфичных функций потерь именно для линейных моделей. Ну, ладно. Про это поговорили. Давайте перейдем к обучению линейных моделей. Ну, давайте хотя бы разберемся с тем, как обучать на среднюю квадратичную ошибку. Так, вот тут вопрос. На практике, как правило, используют одну из этих, то есть, как бы, одну из существующих функций потерь. Их существует огромное количество. Просто берете там одну из тех, которые человечество уже изобрело, которое лучше всего подходит под вашу задачу, используйте их. Вот, но может быть какая-то специфичная задача, в которой вам придется придумать что-то свое. Как-то вот докрутить эти функции, какие-то штрафы добавить специальные, несимметричности какие-то, чтобы это было как надо. Но, как правило, что-то из этого используем. Так вот, значит, давайте, собственно, запишем нашу задачу обучения линейной регрессии. Хотя бы для средней квадратичной ошибки. Значит, вот такая задача у нас есть. На самом деле ее можно записать в векторном виде. Давайте сделаем вот как. Давайте я, значит, здесь за х большое обозначу так называемую матрицу объекты-признаки. Это будет матрица, в которой по строчкам записаны признаки объектов. То есть, например, первая строчка это признаки первого объекта, а там последняя строчка это признаки эльтового объекта. Ну, а, соответственно, столбец, например, первый, это значение первого признака на всех объектах. Эта штука называется матрица объекты-признаки. объекты-признаки. Вот. Дальше давайте я за у обозначу вектор значений целевой переменной на всей обучающей выборке. Через w обозначу вектор весов, которых у меня D штук. Тогда я могу записать вот то же самое, вот это вот МСЕ для линейной модели в матричном виде. Это будет вот что. Матрица-объекты-признаки умножить на вектор весов минус вектор целевых переменных и от этого дела я считаю евклидову норму в квадрате. Значит, ну, вас всех мучили год линейной алгеброй, поэтому я сейчас не буду тут как-то это долго объяснять, но вы можете просто сами проверить, что такое произведение x на w. Произведение x на... Что такое y и w, так вот я же написал вот что такое y и w. Вот. А, словами написать для конспекта? Ну, давайте напишу. Типа, это вектор ответов, а это у меня вектор весов. Вот. Достаточно такого? Так вот, значит, ну, что такое произведение x на w? Это у меня будет вектор размера l на 1, вот, и, значит, в нем, например, первый элемент это скалярное произведение первой строки матрицы x на вектор w, то есть результат применения модели к первому объекту, ну, и так далее. Ой, да, меня Рамазан подловил, спасибо большое, я забыл здесь. Конечно, нужно вот так сделать, да, да, спасибо, спасибо. Так вот, ну, и, значит, дальше получается у меня вот здесь, вот эта штука, это просто вектор w на x1, w на x2 и так далее, там, простите, w на xl. После этого я из него вычитаю y, получаю вектор разностей, ну, и вклидовая норма этого вектора это сумма квадратов разностей, прогноза и факта, потом делю на l. Вот это MSE в матричном виде. Дальше мы с вами на семинарах научимся, значит, дифференцировать вот такие вот функции сразу по вектору или, там, по матрице, то есть, там, это называется векторным дифференцированием, может быть, вы с этим уже знакомы из каких-то курсов, я, честно, по-моему, не должен быть знакомы, но мало ли. Вот. Ну, и, значит, дальше можно вспомнить, значит, как искать минимум функции. Ну, давайте, значит, господа математики, как искать минимум многомерной функции. Меня пугает, что прошло 5 секунд, а ничего еще в чате не написали. Градиент посчитать. Да, то есть нужно, значит, посчитать градиент этой функции, приравнять нулю, найти все решения этого уравнения и, значит, если у меня это, там, оптимизация, ну, короче, и минимумом будет либо одно из этих решений, либо там что-то на границе, да, или там в бесконечности. Простите, если я какие-то условия забыл. Ну, вот, значит, естественно, мы можем посчитать градиент в этой штуке, градиент по W, приравнять его нулю, там все это посчитать, мы это на семинарах с вами проделаем обязательно, и в итоге получится, что у меня есть единственное решение этого уравнения. Оно устроено вот так. x транспонированное на x, обращаю эту матрицу, умножаю на x транспонированное, умножаю на y. Дальше там можно еще показать, что можно показать, что MSE у меня это выпуклая функция, даже строго выпуклая, поэтому, как бы, вот это будет единственным решением, то, что я записал. Василий говорит, что непонятно, что такое x, это и житое. Ну, я про это говорил на прошлой лекции, но, видимо, я быстро по этому пробежал. Смотрите, когда я пишу x, это и житое, это означает значение житого признака на этом объекте. То есть, например, x первое, второе, это значение второго признака на первом объекте. Данил говорит, что можно эту формулу другим способом получить. А каким? Ну, вы пока напишите. Через проекции. Да, да, можно через проекции, действительно, но это там еще сложнее для меня, по крайней мере. Значит, еще вот Никита меня правильно поправляет. Спасибо ему за это. Разумеется, эта формула будет работать только если матрица x полного ранга. но как бы на самом деле это не такое жесткое предположение. Если у меня матрица x неполного ранга, это по сути означает, что у меня есть линейно зависимые признаки. То есть, какой-то признак просто линейно выражается через остальные. Я его выкидываю, зачем мне лишнюю информацию хранить, и улучшаю ранг матрицы. Есть явная формула получается для решения задачи линейной регрессии, для обучения линейной регрессии. Но эта формула, ну скажем так, применяется редко. Почему? На это есть две причины. Первая причина, что матрица x может быть, конечно, полного ранга, но плохо обусловлена. Там у нее есть собственные значения близкие к нулю. Тогда у меня в этой операции обращения будет давать нестабильные результаты, будут проблемы с этим, и не факт, что получится нормальное решение получить. Но есть еще одна проблема. Вот смотрите, у меня матрица x транспонированная имеет размер d на l, матрица x имеет размер l на d. То есть, у этой матрицы x транспонированная x имеет размер d на d, число признаков на число признаков. Какова сложность обращения матрицы размера d на d? Кто из вас помнит? d куб. Ну, типа, можно там чуть-чуть улучшить этот результат, но в целом d куб. То есть, значит, примерно у меня вот такая сложность обращения матриц. ну, то есть, если у меня, допустим, тысяча признаков, а это вполне там стандартный случай, да, там тысяча признаков, то потребуется для обращения примерно миллиард операций. Это дофига. А если у меня там 10 тысяч признаков, то я там не дождусь даже, когда матрица обратится. А если там миллион признаков, то вообще без шансов. Короче, эта формула не очень практически применима, если у меня много признаков. Ну, и более того, вот этот весь способ, типа там записать функционал, посчитать градиент, приравнять нулю, решить уравнение, для МСЕ, конечно, он там работает. Получилось у нас решение найти в явном виде. Для средней абсолютной ошибки, для МАЕ, это бы уже не получилось. Для какой-нибудь там квантильной регрессии, когда несимметричная функция потерь, тоже не факт, что получится. Для большинства функций потерь в машинном обучении нельзя в явном виде решить в это уравнение. Поэтому нужен еще какой-то способ. Такой способ есть, это численное решение таких задач, градиентным спуском в частности. Ну, и в следующий раз мы как раз там большую часть лекций будем разговаривать про вот эту историю с градиентным спуском. Спрашивают, что делать, если при нахождении градиента будут только седловые точки. Ну, опять же, как бы, в принципе, в машинном обучении, по крайней мере, вот в части пролинейные модели, сами модели простые и функции потерь простые, поэтому там не будет такой ситуации. Там все будет выпуклым, и у меня будет там гарантировано всего одно решение уравнения с градиентом равным нулю. Если у меня модель станет сложнее, там какая-нибудь нейронная сеть, например, то вполне возможно, что у меня там будет очень много седловых точек при поиске минимума. Как это решается? Это решается и вристиками, и костылями. Вот, то есть там нужно делать там много запусков, нужно стартовать из правильной точки, там много-много чего еще. Мы там немножко это будем затрагивать, когда до глубинного обучения дойдете, вы там тоже про это поговорите подробно. Короче, у математики ответа на ваш вопрос нет. Ничего не делать. У суровых инженеров ответ такой подбивать костыли. Ладно, у нас осталось еще немного времени, поэтому давайте... Говорят, недоступен ноутбук к первому семинару. Серьезно? Странно. Хорошо, я поправлю. Напомните мне в чате потом после лекции. Значит, давайте еще один момент я обозначу, который вот не успел в прошлый раз на лекции сказать. Это, значит, момент про обобщающую способность модели. Ну, пусть модель будет, да. Значит, смотрите. Тема такая. вот мы с вами, как я писал выше, обучаем модель так, чтобы у нее было качество как можно лучше, ошибка как можно меньше на обучающей выборке. Но мы же будем потом модель применять к каким-то другим данным, которые не входили в обучающую выборку, и кажется, что гарантий никаких нет, что модель будет работать там хорошо. Собственно, обобщающая способность это про то, способна ли модель работать нормально на новых данных. Почему это может быть не так? Ну, вот есть такой очень хороший пример, который мне нравится, давайте его приведу. Значит, представьте, что у меня задача какая-то, ну, вот такая. задача регрессии с одним признаком. Вот как-то так. Допустим, я на этой задаче хочу обучить там линейную модель. Давайте, вот сейчас я буду разными цветами писать. Ну, линейная модель тут будет плохо работать, как-нибудь вот так она будет проведена. Ну, и понятно, что линейная модель очень плохо описывает закономерности. Давайте тогда какую-нибудь модель сделаем посложнее. Например, докинем сюда, ой, равно. Например, докинем сюда каких-нибудь там квадрат еще моего признака и куб моего признака. то есть, модель сделаю полиномиальной. Такой вот многочлен подгоню. Такая модель уже довольно неплохо подгонится под мои данные. Там что-нибудь получится типа что-нибудь вот такое. А еще, вот у меня сколько здесь точек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, еще я могу вот такой вариант придумать. Модель, в которой у меня признаки будут степенями до тринадцатой включительно. И, возможно, вы это обсуждали на прошлых курсах, что если у меня, допустим, многочлен тринадцатой степени, то его можно, у него можно подобрать коэффициенты так, чтобы он идеально проходил через заданные тринадцать точек. И здесь произойдет ровно это. Вот как-то так будет модель устроена. Даже через, да, вы правильно меня поправили, даже через четырнадцать. Да, спасибо, спасибо, я тут на единичку ошибся. Вот. Вот получится вот, значит, такая функция, такая модель на объектах, обучающей выборки, у нее ошибка будет нулевой, ну, я тут плохо нарисовал, но она будет проходить через все точки, то есть вот у этой модели на обучении ошибка будет ноль, но на новых данных понятно, что она отвратительно работает. Вот такая ситуация называется переобучением. По-английски overfitting. Ну, собственно, переобучение плохое на самом деле слово, потому что приставка пере может два смысла иметь. Либо типа обучение заново, переобучение, либо слишком сильное обучение. Вот тут в смысле слишком сильное обучение. Overfitting здесь как бы более однозначное слово. Собственно, переобучение это ситуация, когда ошибка на новых данных на новых данных больше, чем на обучающей выборке. Как это исправить? Для начала нужно научиться детектировать. Детектируется это очень просто. Значит, есть ну, не решение, да? Обнаружение. Можно делать просто отложенную выборку. Это ситуация, когда я просто разбиваю все мои размеченные данные на обучение, и на, там, не знаю, какой-нибудь, давайте обозначу x с индексом t, тестовая выборка. Строю модель только на обучающей выборке, проверяю ее качество на тестовой выборке. Ну и сравниваю значение моего функционала на обучении со значением моего функционала моего функционала на тесте. Спрашивают, ну вот, здесь все, ошибка на новых данных, на тестовой выборке, в любом случае, будет больше, чем на обучении. но при этом, допустим, как бы, обычно поступают так, просто измеряют ошибку на тестовой выборке и смотрят, насколько вот такая ошибка допустима для вас. То есть, вот вы смотрите, у вас на тестовой выборке, там, допустим, средняя абсолютная ошибка в значении предсказания стоимости квартиры 500 тысяч рублей. И вот вы думаете, вот такая ошибка допустима, чтобы в продакшн это выпустить, или недопустима. Это уже зависит от бизнес-требований и так далее. Но, как бы, по сути, хотя бы ошибка на тестовой выборке дает вам честную оценку того, как ваша модель будет работать в реальной жизни. Каких-то численных критериев тут нет. Может быть, вас устроит даже ситуация, когда ошибка на тесте в два раза больше, чем ошибка на обучении. Может, все еще она будет хорошей при этом. Но главное, что вы на это посмотрели и поняли, на что вы подписываетесь. При этом, отложенная выборка не очень хороша. А, кстати, вот Илья очень интересный вопрос задает. Предполагается ли, что на обучении есть все варианты категориальных признаков? Нет, не предполагается. Но это, как бы, нормально. То есть, если у вас встречается на тесте категориальный признак, которого не было в обучении, то вы просто, ну, у вас все вот эти вот в one-hot кодировании, да, новые признаки будут нулевыми. Ну, как бы, и ладно. Может быть, это нормально сработает. Вот. А есть другой вариант, который называется кросс-валидация. Ну, я про него уже не очень успеваю рассказать, а хочется про него поговорить поподробнее. Поэтому давайте мы с вами на семинарах его немножко доразберем. И следующую лекцию я начну с того, что объясню, что это такое. Продолжение следует... Продолжение следует...